Чёрное зеркало Я приветствую нашу аудиторию, спасибо, что пришли поддержать, приветствую наших гостей, к которым хочу сразу обратиться с огромной просьбой. Давайте сегодня постараемся все присутствующие обойтись без громких и пафосных заявлений, которыми так грешит украинский политикум, когда обсуждают ситуацию на востоке страны, когда говорит о судьбе Донбасса. Хотя сразу хочу предупредить, извините, но главные гости сегодняшнего выпуска Чёрного зеркала не вы. Главные гости к нам сегодня пришли на нашу выездную площадку, которую нам удалось организовать в Авдеевке. Огромная заслуга в этом моей соведущей сегодня, нашего военного корреспондента Ирины Баглай. Она с вами на связи. Ира, я надеюсь, вы нас хорошо слышите. Здравствуй. Скажи нам, пожалуйста, какую последнюю информацию из Авдеевки и со всей линии соприкосновения ты нам можешь сейчас сообщить и представлять, кто пришел сегодня в Авдеевке к нам в гости в эфир. Здравствуйте. В гостях директор школы, заместитель директора школы у нас в гостях медики и люди, как вы видите, сотрудники завода и в основном жители. Жители улиц старой Авдеевки, которые принимают основной удар на себя, потому что их дома находятся максимально близко от линии соприкосновения. Ира, ну если можно, давай начнем с разговора с Мусой Магомедовым. Это гендиректор Коксахима. Можешь ты передать им наши вопросы или вы нас слышите. Интересует, что? В каком состоянии завод сейчас? Ведь мы знаем, что от него, от коммуникаций, которые были вначале разрушены, зависит тепло, которое подается в дома жителей Авдеевки. Какая ситуация сейчас? Муса Сергеевич. Ситуация неизменная. Последние четыре дня после того, как у нас отбили оба ввода, мы находимся в режиме консервации. У нас половина завода. Это третий и четвертый цехи коксовые. И двумя коксовыми цехами мы работаем. Это позволяет нам держать самостоятельную генерацию порядка 7 мегаватт и позволяет держать в рабочем состоянии котлы, которые мы отапливаем город. Если говорить об том, как нам это удается, коксовый газ, который получается у нас в процессе производства, у нас уходит на обогрев батарей, на их консервацию. А для того, чтобы отапливать город, мы вынуждены покупать природный газ и отапливать им. Муса Сергеевич, скажите, вот все эти годы военных действий завод не прекращал работу. Что теперь после случившегося? Возможно ли полная консервация его или просто приостановление производства? И чем это грозит тогда и жителям Авдеевки, и другим предприятиям, которые зависят от вас? Запорожье, Мариуполя. Ну, первое, что можно сказать, мы стояли один месяц на консервации, но это был летний месяц, и мы смогли пережить 28-дневную остановку, обогревались природным газом. Что я могу сказать? Если мы остановимся, ну, первое, Авдеевка не будет отапливаться, потому что частный сектор, да, отапливается печами, тогда как вся многоэтажная Авдеевка, она привязана к нам. У нас единая система ТЭЦ, у нас единая система водоснабжения, у нас даже общая там канализация, поэтому мы очень между собой сплетены, как сиамские близнецы. Поэтому, если мы остановимся, то, ну, у нас не будет тепла и город замерзнет. Могу сказать, что в ту ночь, когда у нас отбили, нам пришлось принимать нелегкое решение, что либо останавливаться аварийно батареи и отапливать город, либо держать батареи в рабочем состоянии. Безусловно, мы приняли социально ответственное решение, ну, оно было достаточно технически сложным, но мы смогли удержать при минус 23 систему отопления в тепле, потому что мы просто отключили три батареи от обогрева и вывели их в режим консервации. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что на сегодняшний день, как сахим в городе, ну, как элемент власти, да? А самой помощи власти из Киева вам достаточно на сегодняшний день? Рядом со мной сейчас народные депутаты. Я свяжусь с любым министром, мы можем позвонить кому угодно прямо в этом эфире. Говорите, какая помощь из Киева вам нужна, если вам ее не оказывают. Ну, вы знаете, единственное, что нам нужно для того, чтобы завод мог полноценно функционировать, платить заработную плату, платить налоги, обогревать город, выполнять все социальные программы, нам нужно две вещи. Чтобы железная дорога функционировала, она функционирует. Вчера перебили, на станции Авдеевка было попадание, контактные сети, но ребята отреагировали быстро, мы вместе с ними, с нашей дрезиной восстановили. И все-таки электроэнергия, потому что та генерация, которую мы держим, она на грани. Я вам могу сказать, что она зависит от такого количества факторов, что любая либо ошибка, либо остановка какого-нибудь из механизмов, любого насоса может полностью остановить нашу генерацию. Эта генерация не была рассчитана на самостоятельную работу, она должна была быть подвязана к системе, поэтому то, что мы научились это делать, уже само по себе достижение. Но, просто чтобы вы понимали, включение любого прибора мощностью более 5 кВт на заводе сейчас делается только с разрешения главного энергетика, в любое время дня и ночи. То есть, чуть мощнее холодильника включать нужно с его разрешения. Почему? Потому что мы вручную держим баланс производства электроэнергии в диспетчеризированном потоке. А есть альтернатива вот этой электроэнергии, которая вставлялась там, где сейчас перебиты, да? Нет, нет, альтернативы нет, нужно прокладывать новую трассу, об этом мы говорим, готовятся проекты, но точно так же говорили о природном газе и история с природным газом, с тем, что Красный Крест выделяет трубы, а власти, и в том числе мы договорились о том, что и мы будем помогать с прокладки этой трассы. Трассы, ну, прошло почти год, я был там на нескольких совещаниях. В чем проблема? Проблема, ну, из того, что я знаю, та труба, которую хочет поставить Красный Крест, не устраивает Донецковый газ по каким-то техническим причинам. То есть, спорные моменты, кто из них прав, я не знаю, но возле ныне там, поэтому хотелось бы, конечно, продвинуться и в этом направлении. Ну, альтернативы, на самом деле, на сегодня нет. То есть, в любой момент, любое попадание, любое сбой, любая даже человеческая ошибка может привести... То есть, ситуация шаткая и город может начать замерзать уже в любой, наверное, день. Мусат Сергеевич, спасибо Вам за ответы, не покидайте пока, пожалуйста, площадку. У нас еще будут к Вам вопросы. Ира, обращаясь к Ире Баглай, Ира, мы сейчас немного обсудим сложившуюся ситуацию с гостями в студии и снова к Вам вернемся. Спасибо, не прощаемся пока. Обращаясь к присутствующим. Безусловно, мы видим ситуацию, когда вся страна сейчас следит за новостями из Авдеевки. И, к счастью, вся страна помогает снова своим собратьям, которым сейчас тяжело, которых, грубо говоря, обстреливают, которые на грани выживания. Но не складывается ли Вам, что вся ситуация, связанная с волонтерами, в этот раз, в очередной раз показывает все те ошибки, которые допустила наша власть в организации снабжения прифронтовых территорий на сегодняшний день? Не кажется ли Вам, что волонтеры снова взяли на свои плечи то, что за почти три года военных действий на Востоке уже давно должна была организовать наша власть? Розказать Вам про реанимобили, про которые мы вспомнили на милую передачу. Так вот, сейчас в Авдеевке працуют бригади первого добровольного медичного шпиталя имени Парагова. То есть добровольцы, которые туда поехали, лекарь взяли отпуск, взяли в выходные за свой рахунок. Розвернулись, поехали. Четыре бригады квалификованных хирургов, медичных сестер, фельдшеров надают допомогу пораненым нашим бойцам, которые там воюют. Это, к слову, про то, что мы говорили минулого раза, что реанимобилей нет, их нет, потому что их не закупили. Почему не закупили вопросы? Но сейчас там снова работают добровольцы, лекаря, хирургами, фельдшерами, на тех, которые не дают допомогу. Правильный вопрос возникает. Почему этого не было в зоне ближайшей доступности? Это, конечно, очень похвально, и это правильно, наверное, когда первые лица государства, народные депутаты в том числе, собирают волонтерскую помощь по Киеву и доставляют ее на восток Украины. Но почему вопрос на третьем году, снова-таки, фронтовых действий стоит о том, что элементарно не хватает солярки? Пожалуйста, Сергей. Ну, первое. Я считаю, что Верховный Совет Украины обязан, подчеркиваю, в военное время, обязан в течение 24 часов собираться после первого выстрела, первой угрозы и такого вызова в случае с Авдевикой. Четыре дня. И я уверен, что еще с четыре следующих дня мы не будем слышать позиции главы Верховного Совета Порубия. Его просто нет сейчас в информационном пространстве. Его просто, наверное, нет в стране. И он, так же, как в свое время Аваков сбежал после убийства пятерых наших сограждан в известном городе, и после этого наказали всего дисциплинарными какими-то санкциями 20 человек за это. Никто абсолютно не был отстранен от должности, тем более министр не пошел в отставку. Так же происходит сегодня с парламентом. Вторая составляющая, которая важна, и о которой, я уверен, будут говорить сегодня эксперты. Страна несколько лет в состоянии войны. Мы, к сожалению, сегодня не имеем ни новой военной стратегии, доктрины, не имеем антитеррористической доктрины. Посмотрите, в каком состоянии находится ключевой орган для обеспечения прифронтовых территорий в таком режиме, в таких ситуациях. Госрезерв нашей страны. По отношению к действующему руководителю возбуждено ряд уголовных дел. Там замешанный бывший министр экономики Абрамовичус в расхищении дизельного топлива, который они с Вильнюса сюда притащили просроченного и хотели продать нашей армии втридорого. Вторая составляющая. Мы сегодня не понимаем, в каком состоянии находится снова же в прифронтовых территориях бомбоубежище нашего государства, какой продовольственный запас, насколько мы сегодня готовы отразить те или иные вызовы, те или иные попытки агрессии стороны России. Ни одна ситуация, ни один вопрос с точки зрения подготовки наших вооруженных сил, гражданского населения не решен. Последнее. Мы уже в течение двух лет, в течение двух лет мы говорим о чем? Давайте возобновим цивильную подготовку, цивильную оборону и подготовку нашего населения. Этого тоже не делается. Мы должны сегодня честно сказать своему народу, Никакие Минские соглашения, никакие переговоры, изменения геополитики в мире не приведут к стабилизации ситуации. Мы должны научиться жить в состоянии войны или полувойны в течение следующих будущих нескольких лет. И нужно готовить страну к этому вызову. Сначала вас, Крикова. Власное продолжение ваших слов. Хотела сказать, что ситуация в Радьевце нам показала, что государство и парламент, в том числе, ничего не сделали для защиты людей на лініи зиткнення. В этой войне есть несколько категорий людей, которые страждают в наследок неї. Это беженцы или внутренне перемещенные особи. Тут есть определенная деятельность от государства. Это солдаты их семьи. Это тоже есть определенная деятельность от государства. А вот что касается населениях пунктов на лініи зиткнення, а кто не знает, то Авдіївка, саме відповідно до распоряджения уряду, уже декілька років є населенным пунктом на лініи зиткнення. Державная политика отсутня. Что сделал уряд для того, чтобы защитить этих людей? Какой план Б в разе наступа? Это же населений пункт фактически при фронтовой территории. Чтобы обеспечить эвакуацию людей, чтобы обеспечить их їжею, одягом, всем необходимым и так далее. Тем более там цей завод, который фактически бюджетом и городом утворяющим предприятием. Что было сделано с государством для того, чтобы неможливать на сегодняшний день подшкоджение этого завода и в наследок этого знеструмление целого города. Мы заборговали людям, которые живут на лініи зиткнення. Так же, как парламент не признав Россию ответственной за все эти злочины и не признав войну войной и окупацией окупацией. Вы знаете, мне кажется, уже прозвучало и из-за Сергея, и из-за Татьяны прозвучало уже немало вопросов, на которые, возможно, нам сможет ответить Дмитрий Плющ. Он на площадке с моей коллегой Ириной Баглай. Это начальник штаба гражданской обороны. Ни много, ни мало. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот вы слышали выступление наших политиков. Что не было готово в Авдеевке? Бомбоубежище, линия отступления. Почему в Авдеевке, повторюсь, на третьем году ведение боевых действий нуждается в элементарных вещах, таких как согревающие грелки и солярка? Значит, я могу вам сказать одно. Мы, в принципе, начали мероприятия, которые разделили, так сказать, завод и город. То есть на заводе у нас есть защитные сооружения, их 11. И они способны, так сказать, принять на себя наибольшее количество людей, которые работают в одну смену. То есть 11 защитных сооружений, которые ровесники нашего завода, конечно. То есть это, чтобы вы понимали, строение, которым уже там за 50 лет. В свое время еще при Советском Союзе наводились в них и порядки, и отопление, и канализация, и все это работало. Но со временем, в связи с тем, что не было таких опасных ситуаций, многие вещи пришли в негодность. В 2014 году мы начали восстанавливать все это. Значит, мы закупали раскладушки, матрасы. Выделяли нам соответствующие наши коллеги еще некоторые там моменты. В общем, мы всячески готовились к тому, чтобы наши люди не оказались в смертельно опасной ситуации. И, как показала практика, данные убежища очень пригодились. За 2014-2015 год более 1000 человек в общем на заводе фактически, ну в течение в общей сложности более 8 месяцев жили. Это семьи, это дети, это работники завода, и в том числе граждане, которые проживают в городе Евгений. Дмитрий, ваши старания на месте, они достойны похвалы. Спасибо вам за это. Но скажите, положа руку на сердце, средств вам хватает на все это, выделяемых из центра? Ну, скажем так, я вам скажу честно, из центра выделено ноль. Все, что выделялось, это выделялось нашим предприятиям, так сказать, градообразующим ЧАО, Авдеевский коксохимический завод. Ну, в принципе, наши убежища предназначены, у нас химически опасное предприятие. И они предназначены, конечно, и были для того, чтобы наши именно сотрудники укрывались. Поэтому, да, значит, фактически 90% работников завода это жители города Авдеевки. Но у нас есть и жители города Ясиноватая, Донецка, близлежащих сел, которым фактически нет возможности каждый день ездить. И они до сих пор в течение трех лет фактически живут на заводе, кушают, спят, отдыхают, прячутся. Еще такой момент показал, что фактически при обстреле, если убежище расположено в здании, то фактически, значит, работники могут спуститься вниз в подвальное помещение. Если убежище расположено отдельно стоящее, так называемое, то есть требуется время до него добежать. Мы разработали соответствующие инструкции. И, то есть, немножко, так сказать, вот эти все гражданские мероприятия усовершенствовали в соответствии с действующей обстановкой. То есть, в момент обстрела никто никуда не бежит. Все прячутся за стенами, так сказать, которые, ну, потолще, там, ну, где... Понятно, понятно, спасибо, Дмитрий. Понятно. Я снова хочу обратиться к нашим гостям, которые находятся в студии в Киеве. Только я услышал в ответе Дмитрия, что люди выживают как могут. Или я преувеличиваю. А вот центр что сделал? При поддержке ноль из Киева. Вам не показалось, что эти люди брошены на произвол? Александр, пожалуйста. Алексей, смотрите. Вот фотография. Сергей, вы не Александр Бридинец. Вы позже высыпите и заклините позором Авакова. Я знаю все, что вы хотите сказать. Александр, пожалуйста. Я просто хотел сказать, что я понимаю, что стилистика программы и, взагалі, сучасной политики, это популізм наш, это все. Тобто, треба говорити, какомога больше неприемных и дурных вещей, и тогда тебе будут аплодовать. Но, на самом деле, при таком обстреле города и при такой трагедии, которая там произошла, то, что в городе тепло в домах практически нет жертв, которая развернула обогревание людей, горячее харчевание и так далее, это очень хорошо, это прекрасно. Уряд, руководители, глава администрации на месте, глава уряда сразу прибыл на месте. Все области начали выделять помощь. Это другой аргумент. А то, что волонтеры и вся страна, потому что депутаты, надают свою додатковую помощь, в этой трагедии, которая происходит сегодня в Авдіївске, зайвої помощи не бывает. Поэтому, то, что сегодня и уряд, и каждый окружающий гражданин делают все возможное для того, чтобы допомогти месту, это прекрасно. Но говорить о том, что влада не сделала что-то для того, чтобы защищать завод от обстрелов, как сегодня тут прозвучало, мне кажется, это кощунство. Завод обстреливает не украинская армия, а обстреливают российские оккупационные войска. Если вы этого не знаете, я вам это сообщаю. Александр, никто не говорил о том, что влада должна... Окей, скажите, почему ситуация в Авдіївке обнажила те проблемы с обеспечением прифронтовых городов, которые мы видим сейчас. Если проверить другие прифронтовые города, какую ситуацию мы увидим там? Я очень хорошо знаю Авдіївку, и никаких проблем с обеспечением Авдіївки, там, тем же харчуванием, частичным и другим не было до того времени, как не началась вот эта жестокая атака. Но вы посмотрите, из города выехали всего-навсего несколько сотен людей. Люди не хотят покидать города. Место перетворилось в строительный майданчик, когда враг разрушает дом, а люди его сразу отбудовывают. Это говорит про шел, потому что люди абсолютно уверены, что Украина, граждане, влада и все другие сделают все возможное для того, чтобы место выжило и уцелило. И этот дух города, которого вы тут сегодня не имеете среди депутатов, я не вижу пока что, он существует. Жители города не хотят уезжать из города. Они верят в то, что все нормализуется. И не только за помощью волонтеров, которые где-то важное привозят, это безусловно. Тонами идет помощь от людей и так далее, и так далее. Но и благодаря тому, что горячее харчувание разгорнуто, где обогреться есть возможность, вода подвозится. Да, нет электроэнергии. Это большая трагедия для всех. Безусловно. Но обратите внимание, в связи с этими проблемами, электроэнергии нет не только в Авдіївце. Ей нет в некоторых других населениях пунктах на оккупированной территории. И мы сегодня слышим заклики президента, заклики многих других людей про перемирие, чтобы отлагодарить все системы электрозабеспечения. Но мы не слышали ни разу, с того боку, желание, чтобы эти системы были восстановлены. И не только для Авдіївки, а и для тех районов, которые сегодня находятся по другой стороне линии размещения. Как боевики, чтобы держать это перемирие, это мы тоже видим. Мы делаем условия жителей оккупованных территорий. Мы делаем все важное для того, чтобы и у них появилась электроэнергия, а их оккупанты, где кого-то из которых они поддерживают, они не делают ничего. Они не дают возможность даже отлагодарить электроэнергии. Здесь вы правы, этот посыл действительно важен для жителей. Я хочу, чтобы просто кто тут есть трошки дорослый, згадали Алчевск. Помните Алчевск, который был чистый, спокойный, мирный период. В предыдущие часы, когда там произошло разморожение трубы, место замерзло фактически. В мирный период, в богатой забезпеченной Украине, стала такая трагедия. Сегодня, в жахливой ситуации обстрела города, в жахливой ситуации, влада, в том числе, сделала все возможное, чтобы другая Алчевская не случилась. А я думаю, что когда началась эта атака на место, как раз и рассчитывали на то, что будет сломана система опаления, электроэнергии, место замерзло. Люди звезды втечут, и, как результат, можно будет взять место голыми руками. Спасибо, Александр. Возвращаемся на площадку к моей коллеге Ирине Баглай. Ира, представь, пожалуйста, следующего гостя. Это Сергей Сергеевич, это главный врач медико-санитарной части. Сергей Сергеевич, ну самый главный вопрос на сегодняшний день, по вашей части, хватает ли вам лекарств, хватает ли сейчас мест в больнице? Хватает. Хватает и мест, и хватает лекарств. Скажем так, три года назад, когда все это начиналось, конечно, было гораздо сложнее. И тогда большая часть поставок медикаментов, перевязочных материалов ложилась на плечи волонтеров. То сейчас, скажем так, 50 на 50. И мы в достаточной степени обеспечены и растворами, и обезболивающими, и перевязочным материалом для оказания помощи. Надо отметить, что на протяжении последних уже почти двух лет, наряду с гражданскими медиками, с нами бок о бок работают военные медики. И у нас никогда не возникает никаких вопросов, конфликтов или недоразумений по оказанию помощи, как гражданским тяжелым больным, так и раненым военнослужащим. Сергей Сергеевич, врачей, я так понимаю, тоже хватает, да, на сегодняшний день в Авдеевке? Врачей катастрофически не хватает, потому что осталось два хирурга, остался один травматолог. Поэтому молодые доктора уехали, остались люди предпенсионного и пенсионного возраста, к сожалению, которые уже, как говорится, прошли и Крым, и Рим, и которые на своих плечах держат все здравоохранение города. Врачей не хватает, молодые врачи не приходят, и поэтому, если даже кто-то заболевает, возникает очень напряженная ситуация. С врачами большая-большая проблема. Хорошо, тогда как вы поступаете в эти дни с тяжелораненными? Ну как, вот я завтра, допустим, сутки дежурю, а в воскресенье я в регентной на дому. Если доктор, который дежурит в воскресенье, вдруг заболеет или что-то, значит, я вынужден буду остаться и дежурить в воскресенье. Просто на этой неделе были новости об эвакуации больных из городской больницы. Интересно, где они сейчас находятся, в каком состоянии, в каких условиях? Один больной не пострадал. Все больные, которые хронически были переведены в близлежащие больницы, те больные, которые могут лечиться амбулаторно, они лечатся амбулаторно, выписаны и получают лечение соответствующее. То есть никаких нареканий со стороны больных не было, все прекрасно все понимают. Сергей Сергеевич, спасибо вам за ответы и за ваш нелегкий труд. Мы вами восхищаемся, это искренне. Спасибо. Андрей Ильенко, да, вы просили слово, но вопрос, возможно, не к вам. Может ли Киев на законодательном уровне помочь теми же врачами при фронтовой зоне? Волонтеры помогут 50 на 50 государствам лекарствами. Охоронное здоровье, давайте будем говорить, вона по всей Украине зараз, через абсолютно недолугую ситуацию, яка відбувається в цей галузі. Либо, безумовно, треба підсилювати при фронтовую территорию, це сумнівів немає. Я хотел сказать про більш глобальный погляд на эту ситуацию, потому что колоссальное загострение, яке відбувається в Авдіївке, это, конечно, черговое свидетельство того, что Россия не собирается остановиться. Они продолжают наступ на Украину, продолжают агрессию, продолжают войну, и не зупиняются ни перед чем. И, власне, в их интересах руйнувание, в их интересах больше жертв среди цивильного населення, потому что это была их стратегия с самого начала. Чим больше втрат, чем больше жертв, тем лучше для их пропаганды, тем лучше для их кривавой мети, которую они ставят. Теперь, стосовно еще одной подии, яка, мне кажется, в комплексе с тем, что происходит в Авдіївке. Инцидент, который стал в Черном море. Когда в украинских территориальных водах на захопленной Росею буровой установке, перед ней российский военно-корабель обстреляв украинский транспортный літак, что, в принципе, потягнуло за собой очень мляво, на жаль, реакцию украинской державы, украинской влады. Но Россия пришла до того, что нам же, и выставила какую-то там цевдо претензию, что в наших территориальных водах, на нашей захопленной установке, они обстреливают наш транспортный літак. И, мне кажется, это очень тревожный сигнал, который свидетельствует о том, что они таким чином проверяют нашу реакцию. Если реакция будет слабой, они могут, фактически, начать в определенной мере блокировать вообще наши порты на Черном море. А это абсолютно реальная перспектива, если они уже начинают обстреливать наши літаки. Завтра они могут обстреливать корабель и просто заблокировать нам морский коридор, что, в принципе, недопустимо для нас. И тут, безумовно, мала бы быть реакция украинского парламента. Украинский парламент уже, фактически, полтора месяца реально не працюет. Мы закликали представители свободы, публично закликали президента, главу Верховной Ради, керевництво фракции так званої коалиции. Будь ласка, зберіться на позачерговую сессию, а саме сессию, потому что зараз міжсесийный период. Давайте не просто зберемся поговорить, а мы висунули 8 конкретных законопроектов и проектов постанов, которые мы зареєстрували уже давным-давно. Их нужно было принимать давным-давно, но лучше поздно, ніж никогда. И, безумовно, то, что сегодня нужно делать в этой ситуации, это блокировать, вводить экономическую блокаду тимчасово окупованных территорий, необходимо припинять везде будь-якую деятельность российского бизнеса на нашей территории, необходимо проводить целый ряд кроков в дипломатичной сфере, потому что, если адекватной реакции с боку украинской влады не будет, то российская тактика каждый раз будет увеличивать уровень провокации и агрессии. Поэтому, безумовно, то, что не было на этом тижне позачерговую сессию, это очень плохая ситуация. Мы обязательно поговорим. Иван Крулько. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, действительно, то, что происходит в Авдеевске, это ужасная трагедия. И, на самом деле, тем людям, которые там живут, это очень мощные люди, они уже так, звукли до тех условий, в которых они живут, они держатся. Но, на самом деле, есть два момента, на которые нужно обратить внимание. Первый момент. Мы сегодня услышали от жителей Авдеевки о том, что они живут, как могут, что они не получают никакой помощи. Я, как представитель парламенту, открываю бюджет и смотрю, что мы выделили на оборонку. Следующий год более 120 миллиардов гривен. Это пятая часть государственного бюджета Украины, который выделил на оборонку. И, вы знаете, для кого-то война, для кого-то такое впечатление, что это мама родная. Потому что, на самом деле, парламент в данном контексте не выполняет свои функции парламентского контроля, даже за теми деньги, которыми выделили на оборонку. Я утверждаю, что тех денег, которые выделены государственным бюджетом, их мает быть достаточно для того, чтобы эффективно реагировать в тех ситуациях, которые возникают в Авдеевке или в другой прифронтовой зоне. Коштей достаточно на все. Вы хотите сказать, что они просто не доходят до своей... Питание полягает в том, каким образом деньги вытрачаются. И именно поэтому мы, Батьковщиной, уже несколько раз предложили парламенту створить тем временем следующее комиссию парламенту, где должны уйти представители всех фракций с одной целью. Контроль над денег, которые выделяются на оборонку. Контроль над закупками оружия. Контроль над закуплением медикаментов. Контроль над тем, каким образом эти деньги доходят на места. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы скажем, но это вопрос, которое было по Авдеевке, это вопрос о проголошении президентом надзвичайного стану. И в условиях надзвичайного стану. Я об этом тоже обязательно. Иван, вы сами говорили... Иван, вы в начале своего выступления вспомнили о простых людях. Спасибо, что вы это сделали. Жители Авдеевки пришли сегодня на нашу площадку к Ире Баглай Ира. Представь, пожалуйста, кто пришел, с какими историями. Среди нас есть люди, которые живут на Старой Авдеевке. Чтобы было понятно гостям студии в Киеве, за один только обстрел утром на одной улице было разрушено 20 домов ракетами «Град». Они живут, принимают на себя основной удар. Очень много разрушенных домов. Снова ремонтируют и снова попадание. То есть есть дома, в которые попадание несколько раз. Я начну эту тему, потому что мы встречаем именно в частных секторах проблему, что они не имеют права на компенсацию. Международные организации уже во второй раз, когда к ним обращаются за стройматериалами, они отказывают этим жителям, потому что они видят, что они остаются в зоне риска. Вот у нас есть две жительницы с старого города. Пожалуйста, Ольга Дмитриевна. Я хотела бы сказать, что были обстрелы неоднократные. И были хозпостройки, и в дома людям прилетало. Да, выделялись какие-то средства, давали. Но это было опять повторно. И люди было даже, что ставили пластиковые окна за свои деньги. Опять они били. И куда теперь нам обращаться? Где? На законодательном уровне вы пробовали узнать, то есть жителям многоэтажек им компенсируют по закону иметь право? Вам? Нам ничего не дают. Сказали, есть стекла на обыкновенные деревянные рамы. Если у людей пластиковые окна, вставляйте сами. А если полностью разрушен дом? Если полностью, он, естественно, уже практически никуда уже. То есть на законодательном уровне они не могут получить компенсацию финансовую. То есть такой закона нет. Он не принят. Татьяна Васильевна, вот вы говорили, что в 2014 году война от вас была далека. Да. Как все поменялось? Вот что? Как тогда реагировали? Как сейчас? Поменялось. Я вот разговаривала с вашим Олегом и говорила, что в 2014 году, когда все начиналось со Славянска, я смотрела по телевизору, все это видела. Я сочувствовала людям, понимала, что это такое. Я как будто бы смотрела документальный или художественный фильм о войне. А когда получилось так, что война пришла к нам, и я совсем по-другому, совсем другими глазами посмотрела на это все и поняла, что такое война. Это очень страшно. Вы сидите в Киеве, и многие из вас, может быть, кто-то и был в Авдеевке, может быть, кто-то и не был в Авдеевке. Вы не знаете, что просто мы здесь, как мы здесь вообще живем. Сейчас, вот последнее время, где-то с 26 числа, у нас просто очень тяжелая ситуация в городе. Постоянные обстрелы. Ночью мы не спим, днем стреляют. Очень тяжело. Все живут в напряжении. Поэтому я хочу сказать, что люди, которые живут на улицах, которые, вот, например, переулок Ясиноватский, это переулок, который практически находится с промзоной. Сколько людей осталось на улице? Значит, до 26 числа, пока было более-менее, на нашей улице жило где-то 6 семей. И 3 семьи, те, которые приезжали и уезжали, наведывались каждый день к своим домам. После того, когда начались массированные эти арт-обстрелы, люди, вот сегодня мы с мужем были на Ясиноватском переулке, Авдеевская общественная организация возрождения подготовила наборы, в которые входили одеяло, там, постельные принадлежности, посуда. И вот мы с мужем бегом где-то с представителем этой организации бегом оббежали этих людей, которые должны были. И никому мы не достучались, потому что людей нет дома. Люди просто убегают. Там нельзя вообще находиться. Ну, а вот интересно, а насколько осталось терпение и выдержки у тех, кто остался, если ситуация с обстрелами не изменится? Здесь в студии уже звучали мысли, что людей не отпускает чувство патриотизма, и они отстраивают свои дома снова и снова. Патриотизм ли вас там держит? Может, присоединимся? Почему вы не... Ну, вот, например, я 35 лет дом строил. И что я его сейчас вот брошу? На кого? Ну вот. Да, и куда-то уехать. Ну, как? Вы говорите, как я могу бросить свой дом? Это единственное мое жилье. Я должна его как бросить? И куда я должна уехать? Я в начале войны потеряла работу. Сейчас без работы. Куда я должна уехать? Да, мы уезжали. Когда началась война, мы уезжали. Мы уезжали в Бердянск, мы уезжали в Славяногорск. Но мы все равно возвращались к себе, к себе домой возвращались. Что вы говорите? Потому что мы там где-то не нужны. В областях наших нас не поддерживают особо, потому что деньги нужно выделять для беженцев. А где их взять, эти деньги? Поэтому нуждаются люди в том, чтобы в своих домах, в своих квартирах хоть как-то проживать. Потому что никому мы не нужны. Никому. Вот очень тяжелые слова прозвучали, Ира, сейчас, из уст твоих гостей, что люди никому не нужны. К сожалению, они это чувствуют. Мы еще пообщаемся с вами. Спасибо, пока, Ира. Не хочется... Вот звучит, как приговор власти это звучит. Мы в подробностях недели подняли эту тему. В это воскресенье мы будем и с гостями студии говорить об этом. И сюжет покажем о том, какая судьба ждет беженцев с востока Украины на территории, там, где нет военных действий. Я вам хочу сказать, что ответы очень сложные. Людям действительно зачастую здесь не рады. Не рады не мы, простые украинцы. Но мы же тоже волонтеры, мы не можем всех обогреть. Но государство очень часто не радо. И вот что с этим делать? Снова-таки повторюсь, на третьем году военных действий. Пожалуйста, Вадим. Вот выступление вот этих простых людей, которые живут между жизнью и смертью, так, и во время войны. Вот они стоят, знаете, вот короткие, тонны политических речей пафосных. Почему? Потому что с одной стороны власть сделала то, что можно было сделать в этих условиях. Да, там был премьер, там МЧС работает, там подавили какие-то локальные вещи, сделали какую-то помощь. Но власть не ответила на главный вопрос этих людей. А что дальше? Там война будет? Или там будет мир? Да, очень важный вопрос. Да, потому что люди пока ничего не хотят уезжать. Они надеются, что будет все в мир. Что можно вернуться будет к мирной жизни. Но на этот вопрос ответа нет. Второй момент. Знаете, вот Абдеевка, она как бы вошла в мировое информационное пространство. В Украину она ворвалась. Война ворвалась в Украину уже не как абстрактная какая-то вещь. Вот там у нас война. Многие политики говорят, у нас же война. Где-то там война, фоновый характер носит. А тут же в Киеве все хорошо. Вот Абдеевка, она как бы, понимаете, попала как актуально, что у нас действительно война. Я как раз вот был в Ирландии, в Северной Ирландии. Там изучали опыт разрешения конфликтов. Там тоже СНН показывают. Политики говорят об Абдеевке. Так заговорило. Западные политики, европейские политики, западные политики. Но когда мы обсуждали вот кейс в Белфасе, Северной Ирландии, там 20 лет шли к миру. 20 лет шли к миру. Но там одно исключение было по сравнению с нами. Это, кстати говоря, в лучшую сторону, мне кажется. У них война была в городе, в Белфасе. Потому что там террористы были. Они взрывали супермаркеты, станции метро, там, остановки всякие. Они говорили, мы выходим, мы не знаем, вернемся мы живыми или нет. Вот они жили так. Слава Богу, Киев, так и другие города, живут не так совсем. Так вот, Абдеевка, она напомнила все-таки, что война, это не просто фигура политической речи, как это у нас было, так, и есть. Что они не просто где-то там. Что она у нас вот это идет. Поэтому тут надо, знаете, делать выбор какой-то. Или дальше, так сказать, ну, жить вот в этой ситуации, ни войны, ни мира. Или я, Андрея, уважаю и согласен с тем, что нас провоцируют. И по самолету, по литику провоцируют и так далее. Но как отвечать дальше? Мы готовы на большую войну и мы уверены в том, что нас Запад поддерживает в этих условиях. А можно... А что делать, если Россия, Беларусь, это не остановит? Потому что они глубоко озабочены, они встревожены. Я вот на питание. Ну, Андрей, Андрей, сейчас секунду. Ну, вы думаете, апелюете просто. Я скажу, пожалуйста, у нас не безграничное время. Но они военную помощь давать не будут. По крайней мере, пока они там сами не разберутся в себе это. Готовы мы к этому или нет? Второе. Это надо определяться. Так, это... Я еще раз говорю. Нет простого решения. Не для парламента, не для президента, для народа. Готов ли он, так сказать, мобилизоваться и идти воевать полностью туда? Готов ли он к этому или нет бросить мирную жизнь? Я просто говорю о том, что очень серьезный выбор. Для парламента. Для этого все. Надо будет разбираться все. Поэтому, еще раз говорю. Если вот так, значит, надо понимать, как путь к миру идти. Потому что мы можем рассуждать. Война, мир, агрессия, не агрессия. Но страдают простые люди. Простые люди страдают. Понимаете? Это же наша Украина. Ну, хорошо. Донецк не наш. Там Луганск не наш. Там сепаратисты, террористы, боевики и так далее. Ну, вот это же наш. Там наше предприятие, так сказать, которое важно для украинской экономики. Которое работало в этих условиях. Давайте дадим слово Андрею очень коротко, Андрей, прошу. Потому что с вами Авдеевка еще на связи. Я благодарен вам, что вы эту тему именно с таким гуманным, человеческим подходом. Что через призму конкретного человека, украинца, живущего в Авдеевке, мы должны посмотреть глобально на всю ситуацию. Что нам делать дальше? Андрей, очень коротко. Очень коротко. По-перше. Вы знаете, при всему, при всему повазе до тих жахливых поневерянь, які терплять зараз украинцы на Донбасе, але не только украинцы на Донбасе, відчувают эту войну. Потому что, когда, например, на Майдане незалежности прощались с хлопцами из разных регионов Украины, из Черкащины, из Чернівцев, которые приехали в Трунах, из Авдеевки, оцей крик их матерев, он говорит про то, что это боль всей Украины, а не только одних регионов. Это по-перше. А по-друге, я хотел бы сказать, вот то, что вы говорите, я тоже повазаю вас, вы очень понимая человеку. Но что означает в вашем трактении Украина не запропонировала мир? Что, развернуться и пойти, снять солдат с позиции и пойти домой? Нет, кто про это говорит. Что сделать? Кто стреляет сейчас по Авдеевке? Украина стреляет по Авдеевке? Там стоит наша армия, которая защищает это место. А вы спросите людей, Андрей, испытайте людей. Что запитать? А мы закажем так, а им безразлично кто стреляет. Нет, извините, я выносил сейчас всех прервать, извините, Андрей, Андрей, Вадим, извините, вы не мне мешайте, вы сейчас задерживаете жителей Авдеевки. Я сразу извинюсь, не всем хватит времени на слово в первой части, честно говорю. В приоритете у меня сейчас жители Авдеевки, которые под обстрелом еще ночью должны добираться домой. Поэтому мы снова включаем Авдеевку. Ира, Багла, я смотрю, у тебя юные гости уже появились рядом с тобой. Представляй, пожалуйста. Диана, ученица седьмого класса, которая вынуждена оставаться дома, она не ходит в школу. Диана, почему? Из-за того, что стреляют. Страшно? Чуть-чуть. А что самое страшное? Если попадет. Ты различаешь звуки, что делать? Как тебя научили родители? Не сильно. Не рассказывали? Нет, рассказывала, но были моменты, нам пришлось выезжать. Она с бабушкой жила подальше отсюда, поэтому она просто не слышала таких звуков. То есть сейчас для тебя своеобразный шок? Не очень. Говорят, что дети, они блокируют страх. Во Авдеевке остается 1400 детей. Они блокируют сейчас, но это может выйти. Расскажите, какая у вас ситуация со школами? Это директор школы Виктория Васильевна. Здравствуйте. Директор шестой школы города Авдеевки. Ситуация следующая. На сегодняшний день учебный процесс проводится в старой части в школе номер один и на химике в школе номер семь. Дети, которые желают пойти в школу, они могут прийти на обучение, но их не так много в связи с тем, что ситуация очень серьезная. Есть ребята, которые дома дистанционно выполняют домашние задания, которые им выдаются. Есть ребята, которые выехали в близлежащие поселки, населенные пункты. Светлана Анатольевна, замдиректора четвертой школы, которая не работает. Я не ошибаюсь? Да, наша школа на данный момент не работает. Мы работаем с детьми дистанционно. То есть все классные руководители, все преподаватели в телефонном режиме. Мы работаем с детьми, все время стараемся детям дать консультацию, какое-то задание. Как вы считаете, вот это образование за эти третий уже год, сколько дети не ходили в школу? Как они учились? По дням я так, конечно, не посчитаю. В 2014 году мы начали заниматься с 28 октября. Тоже занимались так вот. Дистанция, то пришли ученики, то опять дистанция. То есть когда были обстрелы, родители, естественно, не пускают детей в школу. Потом в том году практически мы безостановочно, кроме карантина, обучались. Ира, я хотел бы задать цитание Анатолия не вопрос, если можно, но не об учебном процессе организации, а спросите у нее, как у женщины, как у матери, как у хозяйки. Скажите, как вы сейчас просто выживаете? Хватает ли в городе продуктов? Выросли ли цены на них? Насколько изменился быт за последнюю неделю? Ведь это тоже, в общем-то, давит и морально на вас. Естественно, как на нормального человека все давит. Цены, конечно, выросли, продуктов мне хватает на данный момент. Мне их всегда хватало. Ну, а ситуация в городе, в магазинах, если они работают, конечно, сейчас. Магазины, да, на генераторах работают, привозят хлеб, ну, все продукты привозят. Только, естественно, что цены поднимаются каждый день. Мы видим. Понятно. Ну, что ж, Ира, спасибо твоим гостям, спасибо тебе. Я видел, тебе помогал еще один наш коллега, Олег Решетняк. Олегу тоже передай привет и мою благодарность всем, кто пришел, всем жителям Авдеевки. Поверьте, мы с вами. Мы за вас молимся. Мы очень хотим, чтобы этот ад и ужас как можно скорее ушел, в первую очередь из вашей жизни. Спасибо вам за то, что вы держитесь, за то, что вы вернули Украину. Спасибо. Это Авдеевка была в течение этой программы с нами на связи. Александр Черненко, вас попрошу прокомментировать все услышанное, просто я должен вас отпустить. Мы с вами договаривались в следующем часе и у вас не будет больше возможностей выступить. Ну, действительно, мы видим, что ситуация сегодня в Авдеевке непроста, складна, но сказать, где сегодня есть наши войскови, а снаряды проведут... монетарный штаб. Матты сегодня все работают, чтобы свет увидел, кто первый начал и кто первый порушил это перемирие. Ну, и парламент, очень плохо, что он не забрал на этом тижне. Там есть вопросы по процедуре, но я думаю, что следующий тиждень все, что мы, законодавцы, можем сделать для жителей Авдеевки, для ситуации мы будем это делать. Ну, вот почему парламент все-таки не собрался на этой неделе на экстренное заседание? Неужели ситуация прошла мимо них и они не поняли, что пора уже наконец-то научиться жить в мире новых вызовов? Об этом будем говорить в следующей части программы. Дождитесь, пожалуйста. В эфире «Черное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо вам огромное, что дождались. В первый час мы обсуждали ситуацию в Авдеевке. Вы сами слышали все, что звучало в этой студии в Киеве и что звучало в нашей студии, которую мы сегодня развернули в самом городе, который уже пять дней страдает от обстрелов, живет в аду. У меня возник вопрос. Кто оторвался от реальности? Давайте поговорим об этом. Главный вопрос прозвучал уже в первой нашей части, но я его повторю. Скажите, пожалуйста, может мне кто-то объяснить, почему парламент на фоне такой тяжелой ситуации на востоке страны не удосужился на этой неделе прервать свой отдых, а я настаиваю на том, что это для большинства депутатов именно отдых и собраться на очередное заседание. Алена Шком, вы можете ответить? Потому что парламент у нас, на жаль, так и не став парламентом. В парламенте не принимаются решения. Коалиции у нас нет и нет очень давно. И не было просто вказки так званой коалиции собираться, пану Поробию собираться, не было понимания, что там делать, если собираться. Хотя мы пропонировали и закрыто заседание сделать, и просто заслухать звезд, чтобы мы понимали, что происходит. Потому что, звичайно, засоби масовой информации это не мае быть единственное джерело для депутатов понимания ситуации. Это не нормально. Но, на жаль, мы же бачим, что парламент собирается повноценно с явкой майже в 300 депутатов, когда нужно поделить бюджет. И это мы бачим уже три года. И это я говорю абсолютно спокойно, замагаюсь быть неэмоциональной. А вот, когда происходит то, что происходит, и майже гуманитарная кризация, мы не собираемся. Но я бы хотела повернуться до людей, которых мы побачили. Насправді, дякую, что вы нам дозволили с ними поспілкуватися. Для меня это такое страшное дежавю приблизно 2,5 лет назад приблизно с теми же самыми людьми по тех же самых болючих питаниях. Когда они нам тоже сказали, что они чувствуют и переселенцы, и те, которые остались, восстановлены свои домики, что они не нужны этой дежаве. Но это же, насправдя, чувствуют не только они. То есть люди, я впевнена, так же и в Одессе, в мирных местах и всюди, они чувствуют, что государство им не поможет, они могут только на себя и они тут в принципе никому не нужны. И вот это чувство безнадии, это, мабуть, наиболее, что может быть как вердикт для трех лет так званых реформ. И это уже вердикт, который у нас забирает, насправді, час, час впливает и нужно это очень суттєво изменювать. И, например, женщина сказала про то, что нет компенсации за житло, и что делать, и даже гуманитарные организации Ну, коллеги, все же впираются в великі стратегічні речі. Ну, например, я подала один из своих перших законопроект в парламенте разом с паном Логвицким из Народного фронта, с паном Немирею из Батьківщины из Комитета прав людини, с представником майже каждой фракции на той час и коалиции опозиции. Законопроект про компенсацию пошкодженного житла для от таких людей, где они абсолютно невинны, и им требуется это житло отновлявать. И международная процедура как и другие страны, как Грузия, как и все другие, она должна вимагать в Международном суде от России компенсации этого життя. Блокировка в том, что для того, чтобы все сделать и чтобы у нас были эти международные нормы, нужно называть войну, войной. Нужно называть это не антитеррористическую операцию, а войной. Нужно принимать закон про окупованные территории, нужно дать территориям статус и нужно понимать, что это за территорией и у кого требовать компенсации житла. У РФ или у каких-то сепаратистов або каких-то терористов. У нас немає терористов, у нас есть российские войска и там какие-то окупационные войска, которые финансируются Россией. И вот в цьому закладена стратегическая помилка. И мы весь час в эту помилку впираемся. И каждый раз, когда мы пытаемся выйти из этой помилки, нам говорят, ну слушайте, у вас же не вина, у вас АТО, у вас там не зрозумело взагалі, это гражданский конфликт или нет. И нам очень сложно из этого выходить, потому что ну тут казалось это непросто решение, но я так скажу, от за три роки я кажу одно и то самое и у меня были сумнівы, а зараз у меня немає сумнівів. Когда ты не знаешь, какое решение принимать, нужно принимать решение по закону. Вот в законе в Конституции написано, что президент является главнокомандующим. И когда есть загроза, даже загроза территориальной ценности у государства, то он мусит говорить про надзвичайный стан, про воинский стан и есть конкретные процедуры, которые включаются. Вот в этом была стратегична проблема. Спасибо. Андрей Ермолаев, как вы считаете? На следующей неделе, на первой пленарной неделе нашей новой сессии парламент имеет право на такую праздную, беззаботную жизнь, которую он нам демонстрировал в прошлую пленарную неделю, да и вообще практически там последние полгода. Добрый вечер. Ну, я надеюсь, буду говорить один раз, но постараюсь последовательно обо всем. Очень сложно сдерживать эмоции. Вы знаете, у войны, как вообще у жизни, нет выходных, каникул, дня и ночи. И события в Авдеевке, трагичные события, показали, что ночью и днем в каждую секунду страдают люди, которые оказались жертвой геополитических, внутриполитических игр. Они действительно ничего не понимают, что происходит. Они держатся за свои последние дома и квартиры, как последнее пристанище на этой планете. Вот таска этих людей, они даже не с нами говорили, не с государством, они как в космос. А что нам остается? Я хочу слова поддержки и извинения за то, что именно им выпала на долю быть пешками. Постараюсь аккуратно по поводу политических оценок, потому что я много для себя понял и услышал, когда услышал нашего представителя в Совете безопасности, нашего президента и блок нашего генерального прокурора. Если подвести черту, то кратко нужно понимать, что события, разворачивающиеся сейчас на Донбассе, это даже не 2014 год, ни Яловайск, ни Дебальцево. Воюют подготовленные армии и, как сказал один из представителей ОБСЕ в Украине, спланированные операции, выяснять, кто первый стрелял, будем еще долго, но мы поставили себя и весь мир на самом деле на грани той самой межгосударственной войны. Межгосударственной. Не эпитет, не определение, как стреляют, войны, как межгосударственное состояние Украины и России. И это мы сегодня через наших дипломатов, политиков, трансфируем миру. Второе. Мы реально сталкиваемся с угрозой того, что все соглашения, пусть даже условные, схолостичные, несбалансированные, так называемые Минские соглашения, могут стать ничтожными в эти дни. В смысле правового влияния. Почему? Потому что, если будет фактический отказ от этого мифа о Минской соглашениях, посыпется как карточный домик вся система организованной, институализированной помощи и поддержки Украины со стороны международных организаций и отдельных стран. Это сейчас в этой ситуации. Ну и третье. Я напомню, что бои сейчас происходят не где-то в Луганской степи. Есть такое понятие городская агломерация. Если раньше мы могли ошибаться и думать, что участники переговоров в Нормандии, участники Минской группы что-то не понимали, то сейчас можно утверждать, что был проигнорирован тот факт, что это не просто столкновение вооруженных сил Украины и сепаратистов, что это происходит на особой территории. Донецк агломерация около двух миллионов населения. Ну сейчас наверное раза в полтора-два меньше, но даже миллион. Это Донецк, Макеевка, Авдеевка и так далее, Марьинка, Красногоровка, где люди, коммуникации, промышленные объекты, целые кластеры вот так связаны. Какие бои? Там даже перестрелка обыкновенно стрелковым оружием несет потенциальную угрозу даже техногенной катастрофе. Не говоря уже о том, что там есть техника, крупнокалиберное оружие, поэтому все спекуляции, кто первый стрельнул, они хороши, извините, информационной войны. Но первое, что должны были поставить политики после шока Иловайска, это вообще были территории, неприкасаемой территории мира по определению. Потому что любая трагедия оборачивается катастрофа регионального масштаба. Уже сейчас есть заявление, что техногенные катастрофы несут континентальную угрозу. А теперь, Павел Владимирович, что быстро? Есть тактические задачи, средние, да, и стратегические. Тактические. Глава государства обязан, он извините, глава государства сейчас оперативно обращаться в Москву и обращаться к нормандской группе. Нужна встреча, ну, как бы, в двойном формате. Нужны переговоры глав государств, потому что, в конце концов, Путин за свое государство, Порошенко за свое государство отвечают, и они стороны переговоров, они должны брать на себя ответственность, не протокол подписывать, а соглашение о условиях границы, пути к миру, и это все должно происходить в нормандском формате. И четверка должна решить сейчас две проблемы. Это дать добро на Минск-3, то есть, как говорят, на пересмотр протокола, чтобы не срывать вообще дипломатический процесс. И второе, организовать международное расследование, связанное с Авдеевской компанией. Потому что мы на грани. Мы на грани. Второй момент. Я считаю, я считаю, что это позор, что именно в украинском политике и медиа идет поэтапная дискредитация роли и места международных организаций. Что говорят о роли ООН, что говорят о роли ОБСЕ, как раз ОБСЕ, мне кажется, внятно дала понять, что это двусторонняя компания, виноваты, обе стороны. А значит, раз у нас столько разнощения, кто первый начал, каждый, каждодневный, ежесуточный мониторинг ведения боевых действий с использованием ГИС-данных, с использованием с увеличением контингента и это нужно делать в эти дни, чтобы никто не позволил себе объяснять, кто первый стрельб. И это, извините, уже вы за время. Понятно. И последнее, что касается дальнейшего. Сейчас говорят о касках, говорят о возможных там разведения. Ну, какое разведение? Простого, стандартного решения быть не может. Нужно говорить о нейтральной территории, многокилометровой, особенно учитывая агломерации. Нужно говорить действительно о привлечении касок, ну, возможно, ООН, возможно, под ГДБСЕ, но это же промежуточная мера, а значит, перемирие, в котором предмет переговоров будущее территории с участием, в том числе, и сторон, которые определены как террористы, потому что они контролируют эту территорию. И последнее, нужна формула устойчивого мира. Это предмет переговоров минской группы. График нужен, он месячный. Спасибо. Но если просто это не произойдет, мы стоим на грани того, что можно сказать настоящей европейской войной. Вот ответственность политиков, чтобы следить... Ну, я побуду трехи адвокатом парламента. Я не считаю, что, знаете, за каждой надзвичайной ситуацией у нас должен собираться бегать парламент. Почему? У нас вообще возникает это вопрос, потому что, несмотря на то, что третья год идет война, у нас не отработаны алгоритмы реакции на эти ситуации. Почему? Потому что неизвестно, кто чем занимается каждый час. Парламент создавал воинскую администрацию, которая и быстро и должна реагировать. Люди должны понимать, что создана бомба, сховище и идти туда. Знаете, как в Израиле существует, как в Японии каждый день или землетрусы и так далее. Мы должны понимать, что это надолго, что это будет надолго эта война. А у нас неведомо, когда я слушаю директора Метинвеста этого завода, который говорит, что у нас червенный крест пропонует трубы, а местный Донецк Газ говорит, что это не трубы. Я говорю, про что вы вообще говорите, чему неправильные алгоритмы. Каждый должен понимать, что делать. И парламенту не нужно бегать в данный случай. Парламент это контролирующая функция, которая должен спросить, почему у нас нет этих алгоритмов, потому что он быстро реагировать может только выполнение влада, потому что функция функция така, потому что она от слова выполнение швидко сделать соответственно алгоритмов. У нас, например, мы знаем, что это преимущество. функции не выполнение. Тут я погоджусь, что это но я не вважаю, что нам нужно, чтобы каждый день кто-то куда-то бегал. Нам нужно, чтобы каждый понимал, что куда-то и где. У нас начались обстрелом. Мы должны визначитись с территориями, какие техногенные, если там, дай Боже, чтобы визначитись с этой территорией, то будет погано всем. Это должно быть визначено. Мы должны понимать, что такие ситуации возможны. Отпрацевать алгоритм, побудовать, например, другую линю электропередач для этого завода, что это неможливо сделать. Это вопрос выполнение влады. Почему у нас международные организации этим еще занимаются, если у нас есть службы, которые занимаются этим, почему это не выполнено? У нас не работают стратегические вопросы, не работают институты влады в этом вопросе. Поэтому мы должны задуматься, что мы задаем вопрос, а должен парламент собираться, или не должен заниматься? Что должны знать люди на местах, куди должен бежать губернатор, что должен делать премьер-міністр и все и что должен делать в этот час дипломатия, не разбираться кто чем занимается. Алгоритмы вырубить, будь ласка. Вот и все. Ольга Белькова, вы тоже считаете, что парламент не должен был собираться? Я категорично не погоджусь вашей оценкой. Это то же самое, как бы я сказала, что все журналісти, те, кто этим занимается, что разговаривают и вот красуются. Разумеете? Я считаю, что работа парламентаря это не... Мы все стерпим говорить. звичайно, поэтому я поважаю вашу профессию, а вы, будь ласка, поважайте и нашу. Або називайте имена, кто там беззия, або давайте конкретизировать. Я вам могу прозвитувати, чим я занималась останний тиждень. Я вам хочу сказать, я думаю, людям в Авдіївці значительно важливейше те, чем я занималась сбором коштей для того, чтобы направить туда, например, детящее харчувание, а не чтобы я сидела вот там и делала вигляд, что, как бы у нас есть какое-то решение в этой ситуации. Сегодня люди в кризисном состоянии, у них нет воды, газа, тепла и теплых вещей. Понимаете? И сегодня выконачивая парламент не удивляет, что вы, депутат правящей коалиции, собираете помощь пострадавшей Авдіївке. Ну, ведь это же футина. Это же футина и специально создана. А может быть и публичная особа. Как приватная особа, она мает это делать и может это делать. А есть еще публичные, политические функции. Для того, чтобы были дебаты, дискуссия, как дальше делать. Проблема же не только в том, что Авдіївка это национальная трагедия. Так? Надо встретиться. Но что дальше делать? Вот что у справа. А не только поливать там до ООН, до БОС. Для этого есть парламент. Он принимает с парламентом тоже стратегические решения. Давайте вот сразу по регламенту. Все выступающие, выступавшие в первом часе, давайте мы сначала дадим слово тем, кто молчал. Народный депутат не мает говорить только про волонтерскую работу. Народный депутат, у него загальный национальный мандат. Загальный народный мандат. Вы же мне не дали даже сказать, чем я еще занимаюсь. Да, но это не потребно. Вы скажите, как вы народный депутат занимаетесь, а не как волонтер. Я и народный депутат, и людина, и гражданка этой страны. У меня такие самые функции, как и у вас. Правильно, и это правильно вы делаете. Это только я задерживаю. Но еще функция народного депутата. А не для того, чтобы мы там собрались и показывали, А стратегические питания кто может вырешивать? Вас выбирали для того, чтобы вы занимались волонтерской деятельностью. Вас выбирали, чтобы вы выполнили политические, стратегические функции. Конечно, конечно. Вы понимаете, что у нас есть права. Александр Ильич Меделов. Это, на самом деле, это понимание многих народных депутатов, что они мают Александр Ильич Меделов, где было место парламентариям на этой неделе? В депутатском зале, в сессионном зале или на волонтерском фронте? Очень жалко, что ушел уже Черненко. Он бы, кстати, много рассказал именно в плане того, как это должно быть по регламенту. Он неплохо тоже ориентируется. Суть в том, что должна была быть соинициирована 150 депутатами вообще по всем правилам, как это должно быть. Опыт показывает, что 150 подписей при желании собираются заполнивать. Но чаще всего, даже если было бы соинициированы подписи и все, проходит минимум 3-4 дня, пока это все по процедуре происходит. То есть мы теряем все равно неделю. Давайте понимать. То, что опять мы с господином Альянтом говорили. Потом мы продолжим. Одна ремарка. Вот знаете, меня всегда, ну как удивляло, скажем так, мягенько скажу, удивляло отношение депутатов к регламенту. Как насиловать этот регламент для принятия бюджета, например. Как здесь все готовы. А когда возникают вопросы чрезвычайных ситуаций, то тут все следуют букве регламента. Бюджет бюджета. Я встилку. Продолжать, продолжать. Любые решения приняты с нарушением регламента, да, или скажем так, когда они его насилуют, тогда можно апеллировать к легитимности любых решений. А тут, как раз в военном положении, то без... Ну, это очень важно. Следующий момент. Андрей Ильенко поднял вопрос, как по мне, более важный, это стратегических дальше отношений с Российской Федерацией после Авдеевки. Что делать? Я хочу услышать, какая позиция нашего Кабмина. Что мы... Разрываем мы отношения, не разрываем, торгуем, не торгуем. Вот, допустим, Степан Кубев говорит о том, что разрывать отношения с Российской Федерацией не нужно, да, допустим, там, зависит, скоро посевная, нужны, там, допустим, закупка, там, пестицидов каких-то, да, или удобрений. Мы их закупаем у Российской Федерации. В таких сложившихся ситуациях будет разрыв, не будет, нарушено будет. Что сейчас делать, да, в военном, это один вариант. Как дальше устраивать дипломатические, экономические, остальные вопросы. Мне вот это не ясно, я не вижу, как Украина будет реагировать, что говорит наш Кабмин. Есть единая линия или нету? Самым распространенным вопросом на этой неделе у журналистов было, получаете с неподконтрольных территорий, допустим, там, уголь или не получаете. Как вы считаете? Допустим, Жибривский сказал одну, СБУ сказал другое. Ребята, когда будет единая государственная позиция по таким важным вопросам? Ее нету. Когда мы говорим, что есть параллельный, там, допустим, гуманитарный конвой, есть отдельная инициатива какого-то депутата, а единое решение от государства, когда они должны работать как механизм, как часы, почему за три года этого нету? И я думаю, что если такое будет, в принципе, отношение, его не появится ни через пять, ни через десять, потому что, получается, вызов есть, а ответа на него до сих пор нету. Александр Сушков, наш гость, эксперт по внешней политике. Александр, скажите, пожалуйста, а может ли Украина надеяться на быструю, активную реакцию международных институций, да, по защите нас в этом конфликте, когда сами наши украинские политики и чиновники работают вот в таком, как Александр описал, расслабленном состоянии? Ну, на справедине международные институции действуют так, как они могут. Не треба мать какие-то завищенные ожидания. В нашем случае мы есть заручниками того, что международный формат был прописан в Минске два года назад. И то, как прописан этот документ, уже тогда было понятно, что с ним будут проблемы. А сейчас, после двух лет, очевидно, что тот алгоритм действий, который там прописан, он не работает. И он не работает. Это не значит ни в каком разе, что мы должны откинуть, выйти из Минского процесса. Это был бы авантюризм. Но мы должны честно заявить и своим гражданам, которые ждут развивания конфликта, и международным партнерам, что нужно переглядать некоторые вещи там. И насамперед, пойти от иллюзии короткостроковости этой проблемы. Там все, знаете, как прописано? Вот мы прекращаем огонь, тут же седаем за Конституцией, после завтра проводим выборы, и через тиждень все розвязано. Это иллюзия. Треба, по-перше, разделять. Вот сейчас все там связано одне с одним очень короткостроково. Треба разделить питание прекращения войны, войны, и контролю, перегляд протоколу, я тут погоджусь. Власне, это вопрос прекращения огня, его нужно выделить в отдельный блок и працювати с ним окремо, не намагаючись тут же подтянути сюда выборы, и Конституцию, и все. Окремо треба говорити про те, и честно сказать людям, которые там ждут, в этих будинках живут. Они верят в то, что это может прекратиться через полчаса прийти нормальное життя. Воно не прийде. Там на протягом роков, можливо десятилетий будет экстраординарная ситуация. Хорошо, что делают люди, которые там остаются? Минимизировать проблемы. Каким чином? Украина своего часу высовала идею масштабной миротворчей операции. Я, например, досі не бачу можливостей всерьез зафиксувати там припинення вогню надовго без международной миротворчей операции. Треба ставить это. Мы тогда поставили, а потом оно как-то затихло. Такое впечатление, что это была одноразовая идея, которую президент вкинул, а с ней нужно работать. И дать людям и всем понимать, что, на жаль, исторических умов для того, чтобы в близкой перспективе развязать этот конфликт фундаментально нет. Нужно быть осознанным и готовиться добрый вдовремя. Алексей. Уже второй раз звучит вот такой пессимистический прогноз, что за несколько лет эта ситуация не решится. Татьяна, что я могу здесь сказать? Что делать людям? Там люди. Вот главная наша цель. И мы слышали, они боятся туда уезжать. Та стратегия, которая прописана в Минских угодах, она не может быть реализована за полгода или за год. Безусловно, даже если мы возьмем все исторические примеры, и даже Немеччину, и оккупированные частины Франции, эти вопросы не решились никогда за год. Войну можно за день начать, но за день и прекратить, или за месяц неможливо. Я хочу сказать, что парламент мусил зібратися цего тижня. И он мусил зібратися с одной причиной, потому что у нас не вырешена основная причина в нас война, не названа войной, а мы уже стумилися про это говорить. Мы называем ее АТО, мы называем ее стыдливо там збройный конфликт. Наверное тут коллега говорит, что мы на третьем році войны опинили перед тем, что это міждержавная война. То есть так обережно выбираючи дипломатичные виразы. Насправді, что произошло цего тижня, есть решение Печерского суду где Печерский суд обязал государство Украины отшкодировать 6,7 миллионов гривен за знищенный дом. Почему? Потому что в нас идет антитеррористичная операция, а согласно нашего законодательства государство отшкодирует збитки за подъянные террористами на ее территории. И допоки мы юридично в парламенте не визнаемо Россию ответственную за злочины в чинене на территории Украины, не визнаемо ее оккупантом и не визнаемо эти территории оккупованными Украина и украинские платные податки. Это пока единичный случай. Насколько массово может быть? Сейчас будет шквал этих позовов. И я хотела бы повернуться до того, что сказала шановная паня, когда она говорила о Завдіївке, когда она говорила про то, что даже международные организации уже отмывают давать им деньги на восстановление житла, потому что есть юридические аспекты. Мы не вызнали, мы сами не назвали войну войной. Второй раз звучит эта проблема в этой студии и вас, Татьяна, и вам, Алена, я обещаю, мы обязательно этим займемся уже в подробностях недели. В ближайшей неделе я вас приглашу экспертами выступить в этой студии. Очень корот, что только Александр, сначала Александра, затем Вадим. Коротко, Александра, коротко, один. Получается, 6 февраля, когда у нас согласительный совет, седьмого выходит у нас Рада. Это как раз все вопросы, которые получаются топ, это, я так понимаю, список номер один. Это вопрос номер один. Вызнать акт и покласти этим актом юридичную ответственность России. С чего начинает Рада работать с шестого, а седьмого, с чем они выходят во вторник как раз тогда? Мы будем надеяться, что этот вопрос появится по вечернему. Вадим очень коротко. Просто треба рассказать и в следующий дайте Вадим сказать что. Просто не все будет просто, потому что если мы визнаем все между государственной войной с Российской Федерацией, то понимаете, что и ответ будет тоже войсковая. Но есть вопрос. Нет, сейчас гибридная ответ. Послушайте, в этой ситуации, когда Россия будет принимать это как войну международную, есть вопрос, что поддерживают нас западные партнеры войсковыми методами. Потому что Минск не нужно отмогать в никаком разе. Потому что под Минск санкции подвязаны. И Минск и санкции это что санкции может сделать в этой ситуации. Санкции появились в связи с окупацией Кримом с анекцией. Послушайте, еще раз. Другой пакет появился в связи с Оливайском. Послушайте, еще раз. Я же не говорю, что не нужно делать. Я говорю, какие есть загрозы, какие есть выхники. Потому что тогда будет настоящая война. Справедная война будет. Так? Не кидайте словами. Я думаю, еще раз. Вы задали вопрос. Чи нужно встречаться с парламентом? Так, если бы был конкретный план, что сделать. Но даже в этой студии мы с вами говорим, это как? Украина оголосит войну России? Как это делать? Каким документом? Введение военного стану не означает оголошение войны. Это другая версия, чем сказала коллега Тетяна. Ваша версия не сказала. Я могу сказать, что не говорила Тетяна про оголошение войны. Говорилось очевидно проведение военного станка. Про визнание войны. Правильно, это режим. Потому что когда у нас есть экономика, когда у нас парламент не ратифицировал. Парламенту не нужно выходить из Минского. Державный аппарат працював в интересах обороны страны. Вот для чего водится военный стан. Чтобы не было российского бизнеса. У нас обговоривалось в студии в чом главная проблема. Тут звучало, что мы не виробили еще регламенты, как действовать в таких ситуациях. У нас на самом деле проблема лидерства. И проблема в том, что те особи, персонали, которые наделены публичной владой, ключовый критичный момент, не выполняют то, что прописано в их регламентах, это действительно проблема, которую мы сейчас пожинаем. Потому что нужно делать, что написано в законе про основу национальной безопасности. Что нужно делать в ситуации, когда есть загроза только территориальной ценности. Водится военный стан на всей территории страны, а в окремой части. И тогда на свои места стоят все вопросы. И вопросы окупованных территорий, и вопросы беженцев, и вопросы отшкодивания шкоди, и вопросы международных судей, и вопросы использования оружия, и использования оружия. Не сделано это. Что нужно делать в ситуации в Авдіївке? У нас в Конституции честно прописано возможность введения надзвичайного стану. Когда представник ОБСЕ говорит про то, что в Авдіївке происходит техногенная катастрофа или на межи, то президент вводит надзвичайный стан, и тогда это самый быстрый шлях в продвиж двух дней без кликания собирается парламент на специальное заседание. Что происходит на этом заседании парламенту? На этом заседании парламенту говорят силовики, если нужно в закрытом режиме про настоящую ситуацию на Донбассе, мы же сейчас сидим в студиях как депутаты, мы должны информировать общество, что происходит на самом деле. Скажите, пожалуйста, как мы можем давать достоверную информацию, если мы ее от силовиков не получили. Мало быть, это мало быть. Теперь вы спросите, что будет следующего недели? Щойно в четверг зібралась погоджевальная рада на нараду по следующему порядку денному. Вы думаете, там стоят вопросы, которые касаются Авдіївки? Вы думаете, там стоят вопросы, которые касаются надзвичайного стану? А там вопросы, мы увидим порядок денный. Это вопросы экологии, ратификации, другорядные вопросы, которые должны собрать зал, в котором возъезжаются депутаты, и чтобы были голоси в зале. Там нет никакого вопроса, на которое нужно давать ответ. Там даже нет вопроса о тарифах, а люди уже говорят по всей стране, что это нужно решить. Там нет вопроса о том, когда вы начнете о тарифах говорить? И на самом деле я хочу сказать, что правда есть в том, а давайте 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 отъедем от проблемы, о которой мы говорили, что президент не оголосил надзвичайный стан. Да, регламент предбачает 150 подписей, но кто заважал быстро выбрать лидеров фракции и сказать в следующем день мы собираемся, откликайте всех депутатов, в продолжение одной депутатов можно выбрать парламент и сейчас заседание вы следующий, вы только послушайте меня. вы следующий Сергей, но сначала я. Слушая вас, мне очень жаль, что не попросили мы наших жителей Авдеевки остаться с нами на второй час. Кому-то нужно опускать вас на эту грешную землю, наверное, уже делать это достаточно грубо. Пока вы здесь, говорите вроде бы и правильные вещи, но при этом не забывайте о планах, написанных вам в ваших штабах, пока вы ведете здесь политическую все-таки борьбу, надеясь на ближайшие перевыборы в парламент, будем откровенными. В Авдеевке до сих пор не хватает солярки, в Авдеевке дорожают продукты, в Авдеевке не хватает врачей, в Авдеевке еще существует масса подобных проблем. Эти же проблемы, с этими же проблемами живут люди в соседних с Авдеевкой городами. Вы спорьте дальше, зарабатывайте политические баллы, вспоминайте о тарифах, мы миллион раз уже о них здесь говорили, вспоминайте о другом, уничтожайте друг друга, грызитесь и дальше. Жители Авдеевки и всей Украины смотрят на это все и делают свои выводы. Сергей Каптин, пожалуйста. Здесь давайте так спокойно разберемся о том, что реально происходит, что нужно делать, очень коротко. Первое. В стране есть на самом деле не проблема лидера, есть проблема лидерства в принципе. Да нет, у нас на самом верху полноценных нормальных лидеров. Ни Юля Ваша, ни их Петр Алексеевич, ни Гройсна, никто не является сегодня тем локомотивом, который исторически страну может вытащить из этой ситуации. И это прекрасно. На счастье, Каплин тоже не сделает никогда. Поэтому я бы лучше не называл прозвищ тех прозвищ, которые прозвищ называть не нужно. Говорите за себя. Когда было заседание. Говорите за себя и говорите, что вы конкретно сделали в ситуации за бивку. Я сейчас скажу. Замять того, чтобы тут сейчас начать оцепивающие был секретарем комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В предыдущем созыве Юлия Владимировна под протокол заявила, ни один танк не должен выйти, ни одно плохое слово должно быть сказано в сторону России и нас ждет невероятная эскалация. Это было-было. Это точно. Каплин Буф это про Мерендо? Это точно. Не риторинга лидера. Первое. Второе. Посмотрите, пожалуйста, на сайт дорожного контроля. Где Немиря вместе с Юлией Владимировна и другими чиновниками вашей команды остановились, когда поехали на завтрак к Трампу. Самая дорогая гостиница в мире. Это брехлия. 200 тысяч гривен в союзномер. Второе. Подожим дальше. Послушайте, у меня сейчас... Спасибо ему, мы уже вас обоих услышали. У меня сейчас заделся только один вопрос. Не право ли те эксперты, которые считают, что парламенту в общем нашему собираться уже, наверное, не надо? Этим вы, наверное, только будете раздражать жителей Авдеевки в том числе. Возможно, всех вас нужно отправить хотя бы сейчас на волонтерскую стезю и собирайте хотя бы помощь. Вы чем-то вы поможете этой строительной многострадальной Авдеевке. Перестаньте всех депутатов, я до вас вертаюсь, перестаньте всех депутатов мерять одним мерилом. Разумеете? Есть ли депутаты Верховной Рады? Не однакови. Есть ли депутаты в Верховной Раде? Не однакови. Есть ли депутаты, которые готовы прийти к будь-якому митю в парламенте. И, до речи, эти два тижня, которые работали тут, в Киеве, на своих работах в месяцах дня. Я хочу людям дать ключ к решению этого вопроса, чтобы они услышали. Вторая важная, третья важная составляющая. Вот когда вы говорите защитить малый бизнес, тарифы. В Полтавском горсовете позавчера голосовали за снижение для малых предпринимателей уровня налогов. Вы и БПП проголосовали против. И этого не было сделано. Зато в других городах сделали. Поэтому надо свои слова отвечать. Распустите эту фракцию в Полтаве. И тогда я буду уважать вашу команду, вашего лидера. Третья важная составляющая. Донецк-Облгаз. Сейчас, да? Донецк-Облгаз, он вспоминался неоднократно. А знаете, кто сегодня до сих пор контролирует Донецк-Облгаз? Знаете? Курченко. Он уже три года, как после войны, после побега продолжает контролировать. И властью сегодня ничего не сделано для того, чтобы навести там порядок. А вы такое себе представляете? Например, у Лукашенко в Беларуси. Да, у того плохого Лукашенко в Беларуси нет. И последнее. Что нужно сделать? Нам нужно понять, у нас есть два пути. Первый путь. Это большие переговоры. Нам нужно ехать к Трампу, президенту ехать к Трампу и договариваться о поддержке нашей страны. Но! Здесь нужно будет сдать, наказать тех, кто позволял себе абсолютно не дипломатические личные оскорбления в сторону Трампа. Это обязательный ход перед этой поездкой. И вторая составляющая. Если такая договоренность не произойдет, нам нужно готовиться к самому худшему сценарию. К войне. Понимаете? К войне. И быть к ней, в принципе, готовым. А для этого нужно привести в порядок парламент. Он должен работать хотя бы для того, чтобы тот человек, который вышел в 4 утра там, сдоить корову, да, знал, что его парламент через 5 часов выйдет на работу и будет работать. Тот человек, который вышел на завод, знал, что его парламент будет работать и его депутат будет на рабочем месте. И последнее. Нет, ну достаточно. Если можно. Это уже превратилось в какое-то соло. Ольга, скажите, пожалуйста, я здесь в сердцах отправлял всех депутатов только что в волонтерство вместо работы. но вот вы всю неделю, я знаю, это занимались, да, вы собирали помощь. А вообще в Верховной Раде много депутатов можно насчитать тех, которых действительно обеспокоились этой проблемой, которая была всю эту неделю на востоке Украины и реально делом что-то делали, реально занимались волонтерством. Хотя бы сотня насчитается из 450. Во-первых, я могу вам утвердительно ответить «да». На самом деле очень много людей неравнодушно относятся к проблемам, которые сегодня там есть. И я реально искренне верю, что на сегодня значительно важнее было помочь решить критические потребности воды, медицины и так далее. Я очень благодарна всем тем, кто откликнулся и на призывы нашей фракции, и на призывы других фракций. И все-таки мы объединили усилия и многие вещи сняли. Вместе с тем я хотела обратить внимание на тезис моего коллеги Сергея Каплина, что у парламента есть несколько измерений работы. Это не только законы, это не только волонтерство, это не только политические выступления, но это также и парламентская дипломатия. И я вам могу сказать, что я как раз вернулась из Соединенных Штатов буквально неделю назад, только когда Авдеевка началась, буквально в тот день. И у меня было ощущение того, что мы не дорабатываем в том плане, чтобы новая администрация нас также понимала, какая мы Украина, какие наши боли. И что мы можем сегодня предложить? Вместе с тем я не согласна с заявлением Сергея. Я не понимаю, кто какую голову должен вложить на плаху и чем мы должны менять свои позиции. Не-не-не-не, Сергей, отвечать не надо, пожалуйста. Я говорю об оба, это останется в загадке. Я не знаю, Сергей, Сергей, Сережа, сегодня у нас есть общая задача у всех нас, сидящих в этом зале, получить максимально международную помощь. Мне кажется, вчера мы получили отличный сигнал от постоянного представителя в ООН, нового посла США. Были опасения у всех у нас. Давайте будем откровенны, что новая администрация может спродуцировать совершенно иные месседжи, которые ранее, ну, отличные от предыдущих. Вчера мы получили четкие заявления. США полностью выступает, ну, как бы, на светлой стороне, она понимает, кто стоит за агрессией в Абдеевке. Я начну, наверное, с самого главного, так как вопрос о парламенте. Если честно, разойдитесь завтра. Ну, вот, разойдитесь. Ни одна политическая партия в ситуации, грани, которую мы проходим в Абдеевке, не в состоянии была определиться. Что я слышу? Вчера, сегодня или Трамп, или война. Это точно вы так думаете? Это есть ваша альтернатива, как парламентариев? На мой взгляд, как раз сейчас у вас есть уникальный шанс. Вы определяете основы внутренней и внешней политики. В ваших руках стратегии. Кстати, президент в этом смысле тоже. Вы обязаны были по факту возникновения практически неконторируемой ситуации с экономической блокадой. Это же был сигнал со стороны ветеранов добробатов, что почалось. Господин Турчинов озвучил вам план. Потом начались операции в Абдеевке. Мы сейчас на грани разрыва отношений ссор с кучей стран. И я уже не комментирую украино-российские отношения, где президенты даже не здороваются уже. В этой ситуации ваш долбок в эту же ночь сформировать антикризисный комитет парламентский, коалиционный, выработать предложение возможно оперативного вмешательства парламента к международным переговорам. Та самая парламентская дипломатия. И, кстати, говорите с американским конгрессом о спереговорах. Вы говорите мне делая то, что мы уже делаем фактически. Ну, как бы, я не понимаю. По состоянию на сейчас кроме позиции украинской делегации вот по-моему ни одного проекта решения нет. И вы собираетесь через неделю. Поэтому я и говорю, что по состоянию на сейчас ваш состав политический, партийный оказался просто несостоятелен. Ну, а то, что уже формируется настроение диктатуры уже очевидно. Будет оно военной, политической, перекладывайте ответственность на президента или молчите. Это уже факт. И главная угроза военной диктатуры в условиях конфликта. Вот вы сказали о том, что парламенту нужно делать. Спасибо. Независимо от ваших парламентов. Вы начали говорить о том, что парламенту нужно делать. Я вспомнил, извините, о других уже краткосрочных задачах парламента, решения которых ждет. Иван, вы говорили о том, что стоит в повестке на следующую неделю. Там есть какие-то вопросы, связанные с кредитом МВФ? Там есть какие-то вопросы, связанные с недофинансированием, с бюджетными ошибками, грубо говоря. Вот мы на прошлой неделе рассказывали об институте Шалимова, об институте Амосова, который страдает от недофинансирования. Люди через месяц практически будут на грани увольнения. Хоть что-то из этого было поставлено или нет? Мы порядок денный побачим уже в понеделок. Когда будет, конечно, погоджевальный рак. Это была нарада. Но то, что я знаю от представителей Батьковщины, которые были на этом заседании, такой нарадой, потому что погоджевальный рак будет формально в понеделок, то там этих вопросов, о которых вы сказали, не было. Я еще раз хочу сказать, что там были вопросы, безусловно, они важливые. Но в той ситуации, которую мы сейчас видим в Авдіївске, они не будут первочередовыми, на мою думу. И, на самом деле, очевидно, что сейчас есть еще несколько дней, субота, неделя, до понеделка, очевидно, что сейчас лидерам фракции след было бы виробить. Действительно, тих пакет первочередовых решений, которые нужно ухвалить парламенту. И, причем, не важно, кто есть авторами тех или иных решений. Это абсолютно нужно отказать, и забыть. Не важно, если это Батьковщина, или самопомощь, или кто-то другой пропонует эти решения, или позафракционные. Важно, что эти вопросы решают сегодня главные проблемы, в решениях, которые ждут люди. Ну, в конце концов, знаете, мы продукуем, как та машинка, друкарня, законы. Мы продукуем больше законов, как в любом парламенте, но от продукуем этих законов не решаются только кучи вопросов. А могли бы еще больше, потому что только 700 за прошлой сетей осталось не расслаблено. И еще зараз зарегиструют сотни законов. Не в этом вопросе. Вопросе в том, что нам нужно не кількостно законы делать, а нужно как правильно решить вопросы, которые должны быть решены парламентом. В том числе, это вопрос стратегии, стратегии развития страны, стратегии нашей внешней политики. И то, что действительно в этих условиях три года мы не вырубили основы внутренней и внешней политики, а это мог сделать парламент в новых умовах, новых выкликах, в отношении с Россией, в отношении с агрессором. На все эти вопросы нам нужно было дать наконец ответ. И в том числе, когда мы возвращаемся к свете стосовно санкций, и считаем, что эти санкции правильно, считаем, должны быть продолжены, то мы можем наконец визначити, а какие наши взаимоводносины с Россией. Потому что мы хотим, чтобы Европа, США перестали с Россией торговать, но сами продолжаем там эти все речи, в том числе и с оккупованными территориями, где отбывается контрабанда и казано что. Александра Решмедилова, а, Саш, как ты считаешь, есть шанс на то, что, ну вот, хотя бы после таких обострений наш парламент возьмется за ум, мы от него увидим конструктивные какие-то обсуждения, какие-то глобальные стратегические решения. Или снова, ну вот, затихнет ситуация, да, на Востоке, ну и слава Богу, перекрестятся и опять начнут кормить народ Украины псевдоважными вопросами. Ну, придумают какой-нибудь референдум, например, языковой вопрос еще снова можно раздуть так посильнее, на него пар спустить. Что еще можно придумать? Что у нас за последние недели возникало? Я уже, праздники давайте отменим, не отменим. Это же нельзя сделать тихо, одним указом. Это нужно вот вынести на обсуждение, так, чтобы всю страну переколотило. Кроме того, что хотели граждане услышать от парламента, они очень многое хотели услышать от президента, как от гаранта. И что мы услышали на этой неделе? Одна из инициатив как раз это был возможный референдум о вступлении в НАТО. Тут очень интересный момент. Когда в 2014 году Батьковщина собрала больше 3 миллионов, там, 3 300. 3 миллиона 340 тысяч. Собрали голосов. Тогда это было на наразе, не актуально, отложили, все красиво, все это прозвучало, но тогда была инициатива референдум проводить вместе с парламентскими выборами. И таким образом, чтобы два раза не бегать на избирательный участок, решить одно и другое. Это сейчас что такое? Фишка называется повысить явку для возможных выборов. Вот этот референдум о важном вопросе, который за это время так и не был решен, его просто как бы вбрасывают нам в информационное пространство для того, чтобы люди увидели от власти как бы ощущение того, что все-таки накал страстей пошел. Тут, честно говоря, это все очень сильно возмущает. Более, вот мы говорим о международных площадках, международных организациях. Украина главенствует в Радбезе. Что сделано? Насколько подготовлены мы были к этой площадке? Насколько есть реально того, что Украина задает повестку дня, а не просто является неким таким блюдом на столе, которое подают? Я пока вот тоже, мы наблюдаем за этим, но уверенностью, гордостью за страну, чтобы действительно понимать, что многим вещам мы не просто реагируем, когда они случаются, а готовимся к ним и том, что у нас есть решение. Вот здесь куда-нибудь к ним, мы понимаем, что нет решения, нет подготовки, не то, что на 2-3 шага, а на 5-10, почему нет решений. И вот здесь вопросов очень много. Александр Бригинец, вы промолчали практически весь этот час. Чего ждать от парламента? Чего от коалиции ждать? Вы через три дня начинаете новую сессию? Я скажу так, что, конечно, что ситуация суттєво меняется. Сегодня мы уже побачили, что Путин, про который сегодня не раз вспоминали, уже четко выступил в поддержку певных политических оппозиционных сил, которые есть в Украине. Можно говорить, что консолидация антиукраинских сил в парламенте будет происходить. На жаль, там, где есть политики антиукраинские, навколо них есть антиукраинские политологи, антиукраинские телепроекти. поэтому сейчас, как никогда, мы ждем от парламента консолидации и коалиции в первую очередь. Тоже важно понимать, что наступ на Украину в Россию в том числе ведется гибридно, ведется по многих направлениях. И мы бачим, как это происходит в соседних странах, как это произошло в Соединенных Штатах, как это произошло в других странах. Поэтому я закликаю до понимания того, что сегодня нам нужно думать про интересы Украины, а не про интересы борьбы политики и Россия. Одну секунду, Андрей Ильякас сейчас выступит. Подождите, по поводу интересов. Почему выбросили из документов положение о национальных интересах? Почему сейчас национальный интерес благодаря этому отождествен государственным? Вы стали этатистами, защищая бюрократию и правителей. И почему право получаете благодаря всем родной спасеньям, что у нас кто-то против. На каком основании? Если бы перечитали положение старой стратегии у нас в безбеде с положением о национальных интересах, вы бы получили ответ. Я очень рад, что вы сразу понимали, что я про вас сказал. Я прекрасно вас слышу. Спасибо, пас. Андрей Минутин, Андрей Ильянко, Алена Шкру. Пожалуйста. Политологи. А за это вы судите? Я хотел бы сказать, что сподеваний очень мало, но я уверен, что парламент обязан, если даже не хватило сил собираться на постсерковую сессию, на следующем неделе собираться и начать принимать те решения, которые, в частности, мы, свободные, предлагали принимать еще три года назад на самом начале российской агрессии. И это необходимо сделать. Потому что лучше поздно, чем никогда. Еще хотел бы сказать, что мы сегодня очень много и правильно говорили про гуманитарную кризу, катастрофу, которая отбывается при фронтовой Абдейовке. Но я хотел бы сказать, давайте скажем про наши героичные силы, благодаря которым мы сегодня можем в Киеве, Харкове, Львове, Одессе не как в Авдіївце перебиваться. Все те, кто живет в этих местах. И именно за этих людях сегодня держится Украина. Не на парламентах. Наши армии чистых валах здесь даже я присоединюсь к благословению. Я скромую очень коротко. Закладки до консолидации не действуют после трех лет, когда нужно консолидоваться через помилки и навколо помилок. Консолидоваться это не означает накритиковать. Мы создали Министерство окупованных территорий, ми создали Министерство информации. Мы не бачим этой работы. Это должно быть звездно. Например, я открыла французские агентства почитать какая информация про Авдіївку в свете. Первая статья «Украинская армия продолжает смертельную гуну до Дебаса и вбивает людей». Где ответ нашему министерству информации? Это газета не получает гонорары от наших врагов. Россиян это 100% про путинскую историю. Но где наша ответ адекватная от Министерства информации за наши деньги, за бюджетные выделенные деньги? Где наша стратегия? Потому что не можно навколо повелок, которые сделаны. Парламент має сейчас, лучше поздно, чем никогда, переглянуть подходы президента и Министерства закордонных справ и поставить болючие запитания. Для этого нужно, извините, пожалуйста, мать яйца. Я бы хотел отреаговать с привода инициативы проведенного референдума щодо нас. Наступными речами. Я, как гражданин Украины, звичайный гражданин Украины, готовый пойти на такой референдум, но если туда внесут вопросы про скорочение количества народных депутатов до 100, изменение членов уряда до 5,7, изменение тарифов для населения и увеличение минимальной пенсии как минимум до 5,000 месяцев. 20 секунд могу быть. Я много в чем согласен Александром Брюгинцев. Но все же таки хочу сказать, если мы будем тут искать чистых или не чистых украинцев или антиукраинцев украинцев, сколько будет до расколу. Надо объединяться. Для того, чтобы победить, выиграть, надо быть объединенными. Поэтому давайте все таки искать то, что нас объединяет, а не что разъедает. Спасибо. Тарас. Ну что, 30 секунд и всем сестрам по серьгам. Я вам скажу так. Парламент, который не отреагировал на трагедию в Иловайске, где погибло тысяча людей, не отреагировал на втрату Дебальцева, которое за Минскими угодами належит нам, никак не может отреагировать на то, что происходит в Авдіївце. Вони в принципе не умеют реагировать на критичные ситуации, на воинскую трагедию. Этот парламент реагировать не умеет. Поэтому они ничего не сделают. И в этот раз они ждут, когда все это закинчится, чтобы потом снова заниматься дележом, деребаном и так далее. Этот парламент недеездатный. Как реагируют на это все народ Украины? Наверное, мы некоторые мысли услышали в первой части нашей сегодняшней программы, когда говорили с жителями самой Авдіївки. Это было Черное зеркало. Я встречусь с вами уже в воскресенье в подробностях недели. Буду ждать всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok